Далее в нашем эфире о самых интересных и обсуждаемых событиях в Китае. Пульс, вес, длина и возраст. Необычный медосмотр провели специалисты Института гидробиологии при Китайской Академии Наук. Они снарядили экспедицию к реке Янзы, чтобы обследовать морских свиней, один из самых редких видов млекопитающих. Чтобы не допустить их полного вымирания, заповедники в провинции Аньхой приняли особые защитные меры. Морские свиньи похожи на дельфинов, правда, из-за отсутствия клюва их относят к отряду китообразных. В реках Китая осталось не больше двух тысяч особей, так что подобные медосмотры теперь станут регулярными. Дорожно-полицейский из Ханчжоу стал героем соцсетей. Обнаружив едва заметную трещину на одной из городских трасс, он остановил движение, невзирая на час пик. Водители заботу не оценили, ведь на перекрестке мгновенно возник затор, но через несколько минут ситуация резко изменилась. Дорожное полотно словно расплавилось и ушло под землю, а трещина превратилась в гигантскую яму. К счастью, никто не пострадал, разве что немного испугался. Воздушные змеи как произведение искусства. 65-летний житель из Сиане прославился на всю страну. Изготовлению змеев в виде птиц, зверей, рыб и драконов он посвятил более 30 лет своих жизней. Вершина мастерства трехмерной конструкции из дерева и шелка, меняющую форму в полете. Запустить в небо мастеру удалось даже 40-метровое полотно с фигурами терракотовых воинов.